Батон готовится на закваске, это процесс длительный, но в этом есть огромный плюс, всего 2-5 грамм дрожжей понадобится для большой булочки хлеба. Интересно? Тогда загляните в мой рецепт. Я расскажу вам, как приготовить ароматный и вкусный деревенский батон на пшеничной мяуке с добавлением ржаной, он пористый, мягкий внутри с хрустящей аппетитной корочкой, хранить такой хлеб нужно в бумажном или льняном мешке, а вкуснее всего он горячий, прямо с печки, пробуйте. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте продукты сначала для закваски, муку ржаную, пшеничную, воду и дрожжи. В глубокой миске соедините два вида мяуки, перемешайте хорошо. В теплой воде растворите полностью свежие дрожжи, влейте их в муку. Накройте пищевой пленкой закваску и уберите в теплое место на 1-2 часов, я оставляю просто на кухонном столе, подписавшимся, больше вкусностей. Теперь подготовьте продукты для второго этапа. Теплую воду, пшеничную муку и соль, я советую еще добавлять пару щепоток сахара. В закваску влейте теплую воду, перемешайте хорошо, добавьте сахар, соль, муку и пшеничную частями. Замесите мягкое и пластичное тесто, накройте комок сухим полотенцем и оставьте подходить на час в тепле. Через час оно хорошо подошло, выросло, обомните его руками, подмесите. Сформируйте батон уже на пергаменте или в форме для выпекания, накройте сухим полотенцем и оставьте еще на час. Через час сделайте на хлебе надрезы и отправьте в духовку на 30-40 минут, температура 180-190 градусов. Готовый хлебушек остудите на решетке, пробуйте. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Такие продукты будут нужны. Ржаная мюка 50 грамм для закваски, вода 100 мл для закваски, дрожжи свежие 2-5 грамма для закваски, мюка пшеничная 50 грамм для закваски, мюка пшеничная 500 грамм, вода 190 грамм, соль 1 чайная ложка без горки, сахар 1-2 щепоток, количество порций 1. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которые поможет вам вкусно готовить. Люблю вас, друзья, жду снова.